Доктор Бертосси, добро пожаловать в Москву. Поделитесь, пожалуйста, последними достижениями в области ринопластики. Ринопластика – это нехирургическая процедура, которую мы совершенствуем с каждым годом. С помощью небольшого количества гиалуроновой кислоты мы можем улучшить некоторые нарушения или дефекты формы носа буквально за 5 минут. Раньше для этого требовалась операция. Таким образом, мы можем корректировать переднюю часть носа на залабельную часть. Этот метод может применяться не только у пациентов с первичными нарушениями формы носа, но и у пациентов после хирургической коррекции. А помимо этой, существуют ли какие-то процедуры, восстанавливающие форму носа без хирургического вмешательства? Да, например, нити, которые можно применять в комбинации с ринопластикой. Я очень поддерживаю эти методы, так как всего за 5 минут мы можем решить очень много проблем, особенно у молодых людей. Тогда для чего все-таки требуется хирургическое лечение? Хирургическое лечение применяется, когда имеются слишком выраженные дефекты. На самом деле, около 66% всех дефектов могут быть устранены только с помощью операции. Например, серьезное искривление перегородки носа и ассоциированные с ней проблемы функционального характера, крючковатая форма носа, но если дефект небольшой, то мы можем использовать гиалуроновую кислоту. Этот метод очень хорошо зарекомендовал себя. Скажите, пожалуйста, как можно корректировать назалабельную зону у молодых пациентов? Какие существуют нюансы и отличия от пациентов более старшего возраста? Да, этой проблеме, к сожалению, оказывается мало внимания. Многие пациенты приходят к нам и хотят скорректировать назалабельную зону с помощью гиалуроновой кислоты. Однако это не единственный метод. Для начала нам нужно проверить, как поддерживаются мягкие ткани на кости и зубах. После этого мы можем переходить к коррекции назалабельной зоны. Надо также помнить, что у молодых пациентов толщина тканей совсем другая по сравнению с более старшими пациентами.